Доброе утро! Мы рады приветствовать вас в студии программы о земном и небесном. С вами Юлия Бычкова, Константин Герлинг и, конечно, наш эксперт, архиепископ Пятигорский и черкесский феофилак. Доброе утро, Владыка! Здравствуйте, Владыка! Доброе утро, Юлия, Константин! Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Владыка, тема у нас сегодня семья. Уже мы говорили не раз, и я думаю, еще раз с удовольствием поговорим, потому что скоро 8 июля, наш русский День влюбленных, уже, я думаю, что каждый знает, что День любви, семьи и верности, День святых Петра и Февронии. Вот давайте еще раз на тему и любви, и верности. Вот сколько раз можно услышать? Семья. Да, хорошо, когда все хорошо, а когда, ну, не ладится. И от мужчины, от женщин можно услышать, ну, зачем? Жизнь одна, что я буду терпеть? Вот еще раз расскажите нам, что же следует терпеть? А может быть, есть такое, что уже и семьей не назовешь, уже и терпеть не нужно? Ах, Юля, вы всегда задаете непростые вопросы, и, наверное, я полагаю, что на этот вопрос у всех сегодняшних наших собеседников всегда есть свой ответ, и каждый будет отстаивать свою точку зрения. И можно понять тех людей, которые говорят, действительно, ну вот уже не сложилось, не получается, что же мучается, и все вокруг только получают какие-то бесконечные уколы, расстройства, укоры, да и фактически семьи нет. И надо сказать в том числе, что есть люди, которые обращаются с этим вопросом и в наши церковные суды. Ну вот фактически брак распался, ну что делать? Да, были венчаны, но вот не смогли сохранить семью. И говорю это, ну не смогли не потому, что, знаете, как причина, а как трагедия. Не смогли. И самое главное, в таких историях, если уж и говорить о разводе, не как о открытой двери для выхода, а как о еще большей ответственности, в которую вступают люди. У тебя всегда в таких случаях, когда и в моей, среди моих друзей оказываются молодые люди, и на их, знаете, отношения очень испытываются временем, и они говорят, что все очень сложно, что же нам дальше делать. Если разводиться, вы должны понимать, что вот именно с этим придется жить, как с еще большим временем, чем если бы вы находились друг с другом. Потому что развод — это ответственность, к которой нужно будет прийти на страшный суд. И тогда ты должен будешь сказать Богу то, что, может быть, ты не всегда можешь сказать даже самым близким своим людям. Ты должен будешь сказать всю правду. Почему же это произошло? И правду не о другом человеке. Вот она такая не очень хорошая, или он такой не очень верный. А должен или должна будешь сказать правду о себе самом. Почему же я не смог или не смогла сохранить этот брак? И что стало причиной начала распада этого брака? Во всех случаях нужно руководствоваться прежде всего, вот именно, на мой взгляд, именно этой ответственностью. С каким ответом ты придешь на страшный суд Божий? Да, бывают случаи, когда этот брак уже, ну, невозможен в силу ряда обстоятельств. Или он изначально был построен на лжи с одной из сторон, или человек настолько укоренился в каком-либо грехе, что не может оставить его, и это прямым образом угрожает семье, угрожает детям. Тогда уже, конечно же, ответственность на себя берет тот, кто стал причиной этого развода. Но это уже немножко другая история. И здесь совершенно другой разговор с теми, кто принимает решение такое очень печальное, развестись. В любом случае, из последних сил, на мой взгляд, брак нужно сохранять так же, как сохраняет дар жизни. Знаете, вот как врач. Даже видя перед собой обреченного человека болезнью к смерти, и все говорит о том, что, скорее всего, этот человек уже жить не будет, он борется до самого последнего. До самого последнего. И даже когда уже щупает пульс человека на адрес смерти, делает не для того, чтобы засвидетельствовать, что его нет, а пытается найти его. Делает с одним только побуждением, ну хоть услышать хоть один удар сердца, но может быть оно еще бьется. Вот на мой взгляд, такое же отношение, из последних сил до конца сохранять отношения друг с другом, должны те, кто однажды назвал друг друга. Она назвала своего мужа мужем, а он назвал свою жену женой. Ну и все-таки одна из главных причин, когда разрушается семья, это измена. Есть такая фраза, да, на чужом несчастье, своего счастья не построишь. Это такая бытовая поговорка, или все-таки это в какой-то степени истина? А вы знаете, Константин, я думаю, что это поговорка, которая взята из опыта большого и долгого опыта человеческих отношений. Действительно, никогда из гнилых сердец не прорастут какие-то, знаете, благодатные деревья с какими-то подарками и дарами. Никогда из гнилой души, которая прогнила грехом или каким-то пороком, вдруг ни с того ни с сего не прорастет добродетель. Сначала нужно измениться, должно пройти покаяние. А если человек совершенно не кается, не видит и не чувствует своей ответственности, если человек не изменяет своей собственной духовной жизни, ничего не меняет в жизни, а просто ищет более удобного положения, удобной пассии какой-то, удобного расчета в своей собственной жизни, то всегда, неминуемо, рано или поздно, это приводит к еще большей трагедии. Это по принципу, как Христос говорит, не доверяться слепым вождям. Когда человек своим вождем делает свои чувства, вот чтоб мне было комфортно, мне удобно, все по-моему, никто никого не напрягает, у нас, уж простите за такое, может быть, сленговые слова, у нас свободные отношения, вот таких слепцов, вот эти вот свои чувства делают своим поводырем, то всегда человек падает в пропасть, ибо слепцы всегда рано или поздно губят за тех, кто за ними идет. Давайте к позитиву. Но без этого тоже, знаете, как на столе, без соли не попробуешь. Не получится, да. Да, и хорошего, и хорошего блюда. Просто мы вам сразу такие вопросы тяжелые с самого начала программы стали задавать, и теперь хочется немножко... Выбираемся из ямы. ...позитив. Создалась новая семья. Вот как им быть? Молодые еще, да, неопытные, старшие много советуют. Вот нужно все семейные традиции из прошлого в нашу семью, или мы новая семья, и мы будем по-своему? Мы свои традиции создадим. Знаете, Юля, все равно надо согласиться с тем, что мы как минимум носим отчество своих родителей. То есть мы уже обречены на то, что в своей собственной жизни я всегда буду называть свое отчество как связь с поколением уже ушедшим, которое осталось за моей спиной. Мы не можем отказаться даже в силу своей природы от традиций, которые были в нашей семье. Мы являемся носителями языка того же, что носили наши родители, культура, отношения, да и мы всегда будем подражать им. Рано или поздно даже весь наш словарный запас, возможно, сейчас наполненный какими-то другими терминами и выражениями, он все равно будет сведен к тому, что нам говорила мама и к тому, что говорил папа. И поэтому нужно разумно и правильно пользоваться вот этой естественной физиологией наших отношений и преемственности. Конечно, есть, условно говоря, новые обычаи в семье. Ну, к примеру, вот раньше садились за большой стол и пели песни, сейчас легче пойти в какой-нибудь там кафе, угостить всех чаем. Вот как-то по-другому праздную день рождения. Ну, вот так сейчас принято, там сейчас модно делать такие небольшие вечерние корпоративы. Или какие-то другие особенности. Да, вот раньше было так, а сейчас вот для ребенка есть там какие-то, не знаю, приспособления, та же радионяня, не нужно сидеть и прислушиваться рядом с колыбелькой своего младенца. Вот включил радионяню, подключил к своему телефону и сидишь там где-то вообще в другой комнате или в другой квартире и смотришь, что же там происходит. Есть и современные технологии, но самая главная, наверное, технология остается та же. Вот, не знаю, любовь, забота, верность, преданность. Они в любые времена остаются самыми востребованными. Чистота отношений, какая-то такая внутренняя постоянная потребность друг в друге, не физиологическая, а духовная потребность друг в друге. Они во все времена остаются самым главным принципом семьи. Ну, а все остальное лишь только внешняя такая, знаете, оболочка, обертка, если хотите. А к такому понятию, как неравный брак, вот как помните на той знаменитой картине «Старик и заплаканная невеста». Ну, сейчас часто можно увидеть наоборот счастливый парень и такая же счастливая невеста. Бабушка. Да, бабушка. Как вообще церковь сейчас относится к неравным бракам? Ну, вы знаете, конечно, во-первых, нужно сказать о том, что само понятие брака, оно исходит из самого главного посыла быть вместе и этим единством стать продолжателем, деторастителем и детотворителем, продолжателем семьи. Прежде всего, сходится в брак для того, чтобы иметь общение в браке и как естественное продолжение и следствие этого брака – деторождение. Когда появляются люди совершенно не только разных возрастов, но и очевидно, совершенно этот брак больше какой-то связан с каким-то выгодностью, там, не знаю, с каким-то бизнесом или чем угодно. Конечно, этот брак вообще трудно назвать браком. Слава Богу, мне не приходилось такие браки венчать и даже участвовать в некой диалоге, возможно ли такой брак. Но если бы пришлось бы, я, конечно же, как священник обязательно скажу, что, вы знаете, скорее всего, ваш брак исходит из других побуждений. Может быть, вам стоит подумать вообще тогда о таинстве венчания, что оно несет в себе и для чего оно дается. Возможно, это просто вот некий договор о сотрудничестве, но не брак. И дать возможность более глубоко посмотреть на саму таинственную природу сущности брака, для чего он заключается и что он из себя несет. Но при этом надо сказать, что церковь всегда во время таинственной венчания задает вопрос, которым испытывает человека, своим ли произволением, своей ли волей вступаешь ты в брак, не от какой ли нужды. И эта нужда не только, мама сказала, вот будет так, как я сказала, и все. Это еще как раз может быть та самая нужда, о которой мы сейчас говорим. Поправить свое положение через этот брак, как через дверь выйти в некое общество, на некий определенный уровень в этом обществе. И если человек делает это именно по этой нужде, по этому принуждению и отвечает, что нет, то уже самый первый шаг в браке делает через ложь, а это колоссальная ответственность. И об этом мы тоже на собеседовании с нашими молодыми брачующимися говорим. Нужда к браку заключается в том числе и в этом. И если ничто не препятствует, да, тогда ваш брак будет иметь благословение. А если вы это делаете из-за каких-то других соображений, то, скорее всего, вы вступаете не в брак, а в очень тяжелый период такого тяжкого греха, который навряд ли принесет утешение. Опять мы все о печальном. Да, как-то мы опять все съехали. Ну, по-взрослому надо что делать. Да, мы, наверное, вот действительно говорим о вещах. А я могу понять, почему. Очень часто просто таких случаев происходит. Мы видим это постоянно. И к большому сожалению, даже сегодняшняя какая-то масс-медиа современная как-то очень часто показывает именно такие браки. Бабушек с молодыми людьми. Это и дело как норму преподносит. И это вызывает всегда вот какое-то глубокое разочарование и глубокую боль. А разочарование в том, что люди так страшно и страстно эксплуатируют данную от Бога свободу. И делают себя рабами вот этих договоренных отношений. Вот почему мы об этом, наверное, и говорим так много сегодня. Ну, все-таки через четыре дня прекрасный праздник. День семьи, любви и верности. Семьи, любви и верности. Все куда? Куда ходят в этот день? Вы знаете, очень много. Во-первых, конечно, в этот день в храмах совершаются богослужения. И особые молитвословия произносятся о молодых семьях. И особо молятся о молодых семьях. Молятся о даровании детей молодым семьям. И, конечно, в этот день всегда замечаю в храмах множество молодых людей. Особенно вечером, когда уже после работы заходит в храм. И вот поздравляют друг друга с праздником. Организовывается, слава Богу, сейчас и в городах, и в том числе и в нашей епархии. И разные там праздники, встречи, концерты. Мы поздравляем семьи, которые много лет прожили в браке, сохраняют друг друга. Это хороший повод сказать, что такие семьи есть. Вот есть примеры очень нормальных людей, которые 45 лет назад сказали друг другу, что будем вместе. И до сих пор вместе. И эти примеры намного впечатляющие, чем глянцевые обложки некоторых журналов. Спасибо, Владыка. С наступающим у нас всех праздником. Вам слово. Храни Господь, прежде всего, всех вас и вашей семьи. Я знаю, как вы любите своих родных и близких. Пусть Господь сохранит ваших деток и тех, кто рядом с вами находится. Дорогие братья и сестры, сегодняшний предстоящий праздник семьи, любви и верности говорит о том, что одно без другого невозможно. И без любви и верности невозможно семьи. И семья сохраняет в нас и любовь, и верность. И дай Господи, чтобы эти добродетели были самыми главными источниками нашего счастья, надежным корнем для всей нашей жизни. И да сохранит, и да благословит Господь наши семьи. Берегите друг друга. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова